Голоса подсчитаны. В мэрии назвали лидеров народного голосования за общественные территории и фасад ЖД вокзала. Выбрать понравившийся вариант горожане могли 18 марта на избирательных участках. Касаемо благоустройства, ивановцам было предложено два бюллетеня. В общей сложности 31 территория. С небольшим перевесом первое место завоевала площадь Ленина. За нее отдали свой голос 8250 человек. И лишь на 87 голосов меньше у набережной Уводи. Бронзу у мемориала Красная Талка почти 6 тысяч жителей поставили галочку за него. В настоящее время администрации проводятся мероприятия по проектированию, по разработке проектно-сметной документации в отношении данных объектов. Сначала в разрезе укрупненных показателей, для того, чтобы принять решение, прийти к выводам о том, какое количество объектов из этого перечня, в зависимости от их рейтинга, будет подлежать благоустройству в этом году, исходя из выделенного финансирования. Сколько объектов благоустроят в этом году, пока не ясно. Площадь Ленина – проект один из самых дорогих. Поэтому набережную Уводи благоустраивать, если и будут, то на оставшиеся средства. Не стоит забывать, что на деньги программы формирования комфортной городской среды нужно преобразить еще и минимум несколько десятков дворов. Теперь к вокзалу. Почти 45% голосов отдано за спокойный песочно-бежевый вариант. Красный и серый поделили симпатию ивановцев почти поровну. Лично я 18 марта проголосовал и оказалось попал в тот самый первый проект. Я, честно говоря, не верил. Думал, что люди будут обращать внимание вот там, где красный такой вариант. А я вот почему-то именно на первом проекте остановился и, конечно, по-своему, доволен, что он, мне кажется, наиболее полно выражает ту преемственность стиля. Основная масса пожеланий – это то, чтобы на главном фасаде железнодорожного вокзала наконец-то появились чистые, которые там были исторически. Еще одним замечанием от жителей была необходимость подсветки нашего вокзала в ночное время. Ивановский железнодорожный вокзал признан памятником архитектуры в 1972 году, а потому отношение к нему особенное. У подрядчика есть возможность отнести результаты собственных исследований с мнением жителей подготовить всестороннюю документацию, которую согласуют с профильным комитетом. Тот проект, за который проголосовали жители, в целом требование предмета охраны в части цветового решения, в части расположения оконных проемов, сохранение рисунка оконных переплетов, сохранение полукруговых эркеров над входной группой, самой входной группой, он не противоречит требованиям предмета охраны. Работы по реконструкции вокзала запланированы на лето. Обновлению подлежит крыша, фасад и внутреннее убранство здания.